всем привет добрый день сами за station и в студии и иван и дворфийский наводчик позже пригласили наш специалист избранный специалист по звездным воинам который сегодня поможет мне рассказать вам о том что такое канон 40 к для начала нужно вообще понимать что есть канон его определение канон неизменная традиционная не подлежащая пересмотру совокупность законов норм и правил в различных сферах деятельности и жизни человека ну вот мы более-менее знаем что это такое в любой системе лорный наверняка есть свои правила законы и повторяющиеся элементы которые формируют тот самый канон если в архаммере 40 тысяч как мы узнаем не все так однозначно то например звездных воинах с этим более-менее все понятно в архаммере есть определенные проблемы когда мы можем честно спросить какого хера у тау копыта есть на моделях а например по синологии которая до сих пор официальная старая у них вполне себе миленькие пальчики или кого-то это кровь тау и так далее как там славныш когда родился вопросов много не все они получают ответа особенно когда несостыковки прямо одна с другой идут вот звездных войнах такое есть ну справедливости ради в вселенной звездных войн над лором работает целый завод вот и там достаточно четкое разграничение у канона у нас есть собственно говоря каноничная новая вселенная и есть легенды которые были раньше каноном а потом этот статус потеряли статус этот переходящий некоторые истории персонажей и вставки лора могут быть легендами а потом перейти в канон по решению руководства либо в обратном порядке кручу верчу запутать хочу да канон делится на некоторые категории канон есть собственно говоря общий лорный канон есть комиксный сериальный мультипликационный g-уровень это то что снял сам лукас это как бы азим есим верхушка выше уже нет только звезды это самый каноничный канон потом идет т-уровень телевизионный уровень это мультики мультсериала диснея которые каноничные там лукас тоже принимал свои участия тогда еще принимал раньше как бы такая градация была т-уровень то бишь лукас приложил руку есть c-уровень c-уровень то комиксы книжки и прочее там где ну лукас уже трогать не будет это зачем там на аутсорсе все есть с уровень с уровень это компьютерные игры мобилки и прочая херотня которая вообще далека от людей например этот же star киллер то он же вне канона по моему ну изначально он был каноничен а потом следствие встал не каноничен ну вот это звездные войны они хотя бы озаботились о каком-то сепарирование этих уровней к этой градации были пирамида славы было да например у гв этого нету даже старт трека здесь очень просто на самом деле любой персонаж история или игра да что угодно в звездных войнах можно найти информацию и отследить вплоть до каждого персонажа и имени что является каноном а что нет в чем отличие от как раз таки вверх к д ну ладно у нас есть хорошее мнение обо всем этом от нашего любимого арна дэмский болтан это автор до сих пор активный от black library который сказал знаете что я думаю по поводу кого на звездных войн все эти уровни все в жопу засуньте в своей статье я бы это все так сделал джордж луков срет на этой купается в деньгах это единственный уровень канона который сейчас важен для всех нас и об этом мы поговорим что такое канон в games workshop есть кодексы это книжки основные игровые книжки которые люди покупают для того чтобы играть солдатиков и каждая книжка фракции она освещает большой довольно большой пласт лора этой самой фракции и вот это канон есть книжки которые написали авторы для black library это художественная литература и они тоже канон есть большие рулбуки книги правил где раскрывается вся вселенная такими крупными широкими мазками да тоже канон есть даже компьютерные игры и это канон как это работает у games workshop надо понимать что в принципе о games workshop и black library нет никакого департамента или отдела который бы вот придумывал всякие уровни и градации чуваки этим не занимаются и все больше напоминает скорее работ телевизора вот вы знаете вот телевизор работает и вроде картинка идет вы рады рады смотреть потребляете что внутри до хер его поймет какой там винтик за что отвечает вы не понимаете но они там есть эти винтики микросхемки и прочее прочее также и у black library есть внутренние лор мастера но никто не будет вам об этом рассказывать никто не будет даваться в подробности связываться с публикой а кроме этих пресловутых автор black library потому только через их по сути ответы мы можем понять какое отношение у конторы в принципе games workshop больше всех на эту тему конечно же говорил арен демский болден который 10 лет назад ровно 10 лет назад офигенные там статьи выкатывал свое отношение канону клору и как это вообще надо переваривать и кушать это было довольно прикольно и он там знаете как бы за словом в карман не лез бич щит факт и так далее в общем нормальный такой свой пацан был буквально майк брукс сейчас знаешь в лоре без мото не разберешься да вот именно вот именно и он очень многое рассказывал из внутренней кухни или даже приводил цитаты из общения например с другими авторами black library например он приводил стату своего друга марка гаскоина человека который был ответственен за весь бэкграунд черной библиотеки аж шесть лет он тысячи восьмом только такой сказал все go fuck yourself и ушел из был а так был главным редактором человек и все-таки вот самые основные запуски типа делись и хорус и прочего он все это прокурировал вполне себе и отвалился потому что давай тогда урезала штат и свое видение изменила у бэк-лайбрери вот но он приводил его очень хорошую цитату которую арен демский болден считает ключевой в понимании канона имейте ввиду что вархаммер и вархаммер 40000 это миры где существует полуправда ложь пропаганда политика легенды и мифы абсолютная истина которая подразумевается когда вы говорите о каноническом фоне никогда не будет известно из-за всего этого все что мы знаем об этих мирах взято с точки зрения живущих в них людей это знания которые в результате являются неполными и даже иногда неверными истина изменчива спорно и теряется по мере того как победители пишут историю вот наша основная позиция да все это официально но помните что мы ведем репортаж из того времени когда истории не всегда правдивы или по крайней мере точны на сто процентов если на продукте есть логотип 40 к значит он существует во вселенной 40 к или это была легенда которая вполне могла произойти или слух в котором может быть доля правды а может и не быть скажем по-другому все что имеет логотип 40 к является таким же официальным как и любой кодекс и по крайней мере также переполнена слухами искаженными легендами и полуправдой потом у нас есть геф торп который также примерно смотрит на проблему у авторов большой-большая нагрузка они постоянно что делают 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 если мы берем гаях или там пять книг в год когда мы общались поэтом пехер варе он подмечал интересный момент что этом делу одну два года а гай делает шесть в год пальцы в кровь просто да да тут как бы ну ясен хер можно ошибиться ошибиться по-любому есть какие-то несостыковочки но главное на кураже все это воспринимать и они по-любому будут проявляться знаменитые редконы были когда вот games workshop нахрапа подошла к вопросу презентации примарисов ну накидала там кучу концептов идей типа бэк пихнула вперед кадю развалила и прыгнула на сто лет вперед на сто одиннадцать любит точным а потом выяснилось что не бьется ни хера не стыковки адовая авторы бегают а в мультиках и только главный редактор сидит такой в офисе горячим is fine потому что сами понимаете когда у тебя 100 лет прошло а почему-то комиссар каин еще бегает и все бегают и бегают и бегают как-то тяжеловато да вроде бы 100 лет а ничего не случилось никто не умер а как так вот так это ничего не отвоевал даже толком искать это были единственные столь от мира в империуме до чумных войн и произошел редкон трилогия начнет две первые книги трилогии dark imperium гая хейли были от ритконе немножко переписаны переизданы которых даты были исправлены некоторые слова подправлены терминология подправлены и прочее 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 ритконы у гв они редкие они очень редкие это по сути был второй большой редкон первый был когда мы потеряли компанию of terror именно тот момент абадон вы был империум развалил кодиум именно тогда не сейчас 15 лет назад 16 он ее развалил успешно об колено сломал эльдра дельтраном утра на мы потеряли он погиб чернокаменной крепости было грустно это когда четвертой редакции элдер открываешь правила эльдрада которым можно было играть несмотря на его статус покойника вот он говорил там типа вот так и так так только я на аренал там видит своего еще учителя слышать верит что возможно он смог выжить в арпе но душой не телом а потом все пятая редакция такой смысле умер ничего не знаю таки поторопились поторопились да все нет откатал этот большой был редкон по сути вот перед нами был второй этап этого редкона все остальное так до сих пор и работает вам наверно тяжело это будет воспринять как так ну вот разные какие-то моменты противоречащие другу события неправильно у одного автора болтер с гильзами у другого без тут лазган с отдачей тут без как быть-то темплары плюют тут не плюются кислотой но на это есть ответ например у гейма торпа как он смотрит на эту позицию совпадает ли взгляд конкретного автора на мир со взглядами отдельного геймера или читателей это другой вопрос тот факт что каждому из нас позволено завладеть этим миром и представить его в соответствии с нашим собственным идеалом означает что наше видение неизбежно иногда будет сталкиваться с видением других такой конфликт не делает ни то ни другое видение устаревшим в этом отношении задача авторов и разработчиков игр освещать и вдохновлять а не диктовать возможно вы не согласны с изображением определенной фракции или какой-то аспекта их общество не имеет смысла в вашей версии мира вам могут не понравиться представлены ответы но задавая вопрос вы можете найти решение соответствующие вашему видению пока сохраняются определенные центральные темы и принципы вы можете выбирать какие части вам нравится а какие нет то бишь автор с которым мы общались он действительно так и считает что к вархаймеру нужно относиться с позиции скорее представим что мы живем там в сотом тысячелетии и копаемся вот в прошлой истории в сороковом давно же было то господи и как-то вот по крупицам информацию вытаскиваем а потом историторы сотого тысячелетия пишут книги об этом а потом выясняется что мы хопа разрыли опа а там же оказывается ласганта без это с отдачи который стрелял о все на переписывайте новые книги будет уже о том что ласган стрел с отдачи и так далее и тому подобное просто знаешь появляются исторические труды с исследованиями короче либо появляются всякие фомен коносовские конспирологи хуярят да мы болтеры короче стреляли бластерными зарядами во-во-во это как книжка там это худлит полухудлит этого синкевич фараон то же самое вот написано об истории древнеегипетского государства опа пораскопали посмотрели ну как-то уже не так смотрится книга актуальна если честно и то же самое в 40к это основная позиция что это point of view точка зрения автора очень хорошая цитата была по поводу обязалова должно ли быть такое или не должно в той же большой статье которую рекомендую всем почитать даже с переводчиком аран демски-болдена до которому выкатил в комментах залетел человек энди хор энди хор как и тот же самый гэв торп это ветеран гавы он там 25 лет сидит вместе с гэвом рука об руку буквально молодые горячие были и сейчас этот чат не просто как бы горы или книжки просто пишет нет он книжки не пишет давно он свое отписал уже все эти армии буки кучу армии буков кучу кодексов 3 редакции три с половиной редакции он лично там все это выберил написал теперь он отвечает за пуск олд ворлда именно в бэковой составляющей лорного сегмента и пуск ереси хоруса все что вы увидите лорная бэковая это все его по сути рук дело он там патрон следит за всем этим делом тяжко ему придется очень тяжко потому задерживается в общем-то олд ворлд они не успевают ну такой большой объем работы перелопатить ну и вот он 10 лет назад в комментариях к этой статье ворвался такой типа и хорошую цитатку забасал на полу того что кому кто должен все это проистекает из предположения что между автором и читателем существует обязательный контракт придерживаться какой-то несуществующей объективной конструкции или истинного представления обстановки нет такого контракта и нет такой объективной истины я понимаю что толкин потратил десятилетий на разработку своего сеттинга прежде чем опубликовать истории изложены в нем и все равно допускал ошибки 40 к это постоянно развивающийся сеттинг созданный в первую очередь для продвижения действительно крутой игры вот вот так вот оказалось что они хор считает что нет такого договора что это типа конкретно сука обязательный лор и это объективное видение нет это субъективное видение каждая книжка это субъективное видение так что у ребят очень прикольные слова есть да вот те же самые что это в первую очередь скорее как история старая история которая ну мягко говоря может быть искажен потому что мир то на миллионы миров раскинут связи там как вы знаете не ахти чтобы много там послал донесение очередь сто лет куда-то пришло и это все как раз лорная составляющая вплетается и в подход к предоставлению того самого лора в художественной и литературе из интересных моментов вот например говори никогда не запарилась на эту тему нужно было что-то ввести новое но не стало там придумывать какой-то эпизод в истории потому что вархаммерского в первую очередь фанатичным исследованием догматов ну как механик вот не было бы этого было гораздо проще хоп-хоп да придумали блин а вот давно нет такого сейчас нету сложно впихивать новинки во вселенную которая ретроградская полностью но с другой стороны у тебя здоровенная галактика молодец да можно сказать что это там придумали очки орден тысяч умаров да ну там же все уже ну вот вот все что было у них все уже описали нет говорю я просто говорю да не всегда были сантурионы но эти большие клапки которые появились пятой редакции сантурионы дак всегда ходили вы просто не замечали шторм ревен паттерн который доступен только был баальсом ну кровавым ангелом но еще немножко и рассекали на нем серые рыцари потому что в наборе было два апгрейда на серых рыцарей был кровавых ангелов и все а как-то другим не завезли потом сказали да завезли нормально давно уже всем раздали просто не замечали что налетали вот то же самое и с парагонами сестринские новые красивые такие вот шагающие роботы как подошло к гв к описанию а он так написал всегда были они всегда были то что вы не читали в книгах про это никто не будет делать редкон никто не будет переписывать книжки дописывать нет вот там воевали потому что в галактике миллионы миров и на этом театре боевых действий там вентрис бегал без центурионов ну потому что ну ну так получилось да никогда не упоминали так на язык не приходилось слова не пришлось какой смысл такой но бойцы ведут в атаку у них могли бы быть центурионы но не было не а летаем на грозовых яскульбах граммовых яскульбах почему ну потому что летают сейчас на этих что мрэвинов как бы вот не видели пока и все и вот это вот отношение games workshop она очень простое у гейва торпа вот золотые слова часто люди спрашивают являются ли книги черной библиотеки каноном в случае с вархаммер и вархаммер 40000 понятие канона является ошибочным безусловно есть установленные факты нынешний император карл франц у кровавых ангелов красные доспехи комиссар ярик защищал улей гадос во время второй войны армагеддона однако предполагать что остальное вне базовых вещей уже не является каноническим это сделать плохую услугу игрокам и авторам которые участвуют в этом мире предполагать что романы черной библиотеки каким-то образом имеют меньшее значение для лора значит подразумевать что каждый игрок который создал уникальный орден космического десанта или придумал своего графа выборщика он в чем-то не прав все придуманное на одном расстоянии от правды вархаммер и вархаммер 40000 существуют как десятки тысяч пересекающихся реальностей воображение разработчиков игр писателей читателей и геймеров ни одно из этих толкований не является неправильным эта вселенная которая должна вдохновлять художественная литература должна вдохновлять то что вы погружаетесь и видите какой-то контент он должен вас вдохновлять это самая основа всего этого дела это самый грубый пример на самом деле когда ты даже играешь в вархаммер на столе кастомный орден это уже вдохновение чтобы ты придумал свой правильно правильно как опять же сказал марк гаскойн по моему да что у нас это вся вот эта вот вся лабуда художественная литература это все придумано из-за того что из солдатики это все почти мерч одной вот одной ногой к миру пластиковых человечек тогда еще металлических даже вот к миру пластиковых человечков вот только ради этого все это и придумано чтобы вас развлечь чтобы могли поиграть и кайфануть и копии ломать не стоит поверьте нет никакого в этом смысла вообще кто там что там прав опять же у гейва торпа хорошо было сказано вот если один человек ваш дружба считает как-то иначе по кому-то лорному вопросу это не значит что кто-то из вас не прав и значит что вы правы вот и все это как конструктор и в первую очередь лор вархаммера 40 тысяч и вообще вархаммер 40 тысяч его основная фишка это вот такая систематизация подачи бэкграунд и такой бэкграунд он максимально ух гибкий максимально гибкий и это очень круто для нас потому что во первых он дает тебе простор для личного творчества и вдохновления а во-вторых если сама гв захочет еще что-то там сбоку прикрутить из-за этой гибкости им нужно меньше заморачиваться конечно да в отличие от например звездных войн где тяжело будет что очень сильно радикальный мяч впихивать да у тебя очень странно если у тебя рядом с курсантом заказаться все время было еще одна планета не беру долетела до земли пустили другой галактики вот а тут все проще а это отчасти послужило смертью условной смерти трансформации на фэнтези батл потому что тяжело было кому-нибудь мега бяку впихнуть мир фэнтези такая все время там где все расписано каждый кусочек карты под холлом спала все время что а там мега гаргант вышел до откормили откормили вот такого нельзя было сделать и гв нужно было это преодолеть и они преодолели потому вселенные эти огромные масштабные так что ждем как она будет дальше преподносить свой лорд а пока именно через авторов происходит всеобщение и мы должны понимать что все является одновременно каноном после к этому надо по-другому немножко относится канон 40 не равен не тождественен канон например звездных воинах это другое это понимаем или какому гаслина колец например где тоже все четко расписано это было уже вот в цитате наш любимого энди ховара говорит уважаю его что он там все расписал но как бы я не хочу я вот так не могу и он этот тридцать лет расписывал книжки он и до написания вас кинка рис мир то расписывал это умудрялся допустить ошибки ну умудрялся там есть пару несоспеком потому что это все равно один человек конечно и тут примерно такая же ситуация вы потребляете почти тысячу книг уже по вархаммеру их почти тысячи по 40 штучнику камон это само собой огромный объем материала и авторы иногда допускают эти промахи но именно такое отношение к ним как к истории которая по сути разные редакции потерпевает сегодня вот так стреляют в глаз ганов завтра так надо понимать что и то и другое правильно потому что если мы относимся к себе как к зрителю из далекого будущего и смотрим на далекое прошлое которое не имеет точных подтвержденных данных или например вот каждая планета свою летопись писала да что мы знаем о древней руси ну как ересь изначально же как бы это по сути воспоминания были летописцы летописцев до каждого через свою призму смотрел вот это было прикольно если бы например мы писали как бы это чтобы автор даже редакцию знаешь как бы писали типа редакция поду не знаю там кем-нибудь шелупеньку иваном все это типа видение летописца шелупенька ивана все мнение автора может не совпадать именно и вот это было бы круто подача материала которая как бы происходит от кого-то действующего лица даже если это можно вынесли только в оглавление книги до что редакция комнате вымышленного персонажа из вархаммера 40 тысяч это было бы очень круто и многое-многое-многое бы объяснила ну с точки зрения подхода гв так что вот такие пироги надеюсь звездных войнах нам будет проще или нет или там больше срачи нет там знаешь абсолютно равноценных но если так то очень хорошо любая большая вселенная быть то вархаммер или звездный воин она всегда будет содержать либо не состыковки а самое интересное что даже если их нет человек все равно их найдет это факт вот вот это вот факт так уж мы устроены друзья а так его пыталась только один раз сделать какой-то шаг в сторону разделения канон не канон потому что супер старый бэкграунд он супер старый это правда отличается местами не очень сильно а местами прям заметно но гв пыталась сделать лейбл black library херетик томс там айритиков так вот написали сделали выпустили три книжки это было по моему в двенадцатом году с 12-15 год они выпустили space marina я на воду фарсиром моего любимого кинга вот и по моему по фб код этом регион house назывался три книжки все нигде больше не афишировали забили лейбл исчез перестал существовать и вся эта вот как бы попытка типа давайте-ка мы старый лор возьмем книги до которые особенно до 98 года 97 когда black library появился на свет да вот там же четыре книги есть и одно количество рассказов ну их то возьмем и вот там айритиков чтобы у нас не были индейцы даркэнджелы которых я рассказывал ченгач куки североамериканцы прочее прочее нет они не осилили это и даже сейчас фарсирка открываете литературу плод элдер рекомендованная литература про элдер еще фарсир никаких больше того херетиков и прочего там нет так что гв сама поняла что не нужно куда я в эту злупу полезу что я делаю не лезь она сожрет тебя твой фанат тебя и съест да я думаю просто изначальное отношение к литературе художественные было такое что просто ну есть да есть будет помогать продавать солдатиков правильно а когда они решили этим серьезно уже заняться и стало уже настолько много что не такие дни именно именно так структурировать это мы не будем ффг книжки до сих пор являются актуальным бэкграундом об этом тоже говорил аран демске боуден потому что чуваки которые писали рпг фэнтези флай геймс все эти рпгшки были на 80 процентов сделаны людьми которые работают форже либо работают в black library либо работают в ну геймс форкшоп и там и там так что тут дело такое все эти три конторы они довольно обособленные кстати делаю свой собственный лор который иногда лишь только как-то имеет поддержку конс ну в плане консультаций от лор мастеров типа гейва торп ну когда они между собой общаются а так вполне себе у каждого есть право работать с айпи вообще у всех если спрашивали про присылут их blood ревенов да просто да потому что все канон и одновременно не что это как в этом в крае господи у лишь но не истина все до сводимов ну почти что для тебя иерусалим ничто и весь мир будут вот примерно тоже самое надеюсь вам стало немножечко понять не как в этом вопросе games workshop рекомендует нам всем с вами определяться не стоит сраться по этому канону не стоит задаваться вопросами про эти копыта долбанные потому что это лучше пример на моей памяти в эту ксенология с картинкой типа разрез тау ну такие вот эти вот пальчики человеческие смотришь на модельку у всех копыта одно большое одно маленькое какие пальчики вот так автор который писал книжку это же отчет личный и зарисовки личные околита вот и инквизитор может он их вообще голых пяточек никогда не видал вот именно может отрубленные ноги он дорисовал что красиво было и все вот это вот именно такой подход вот это про это самое и про исканда рахаил не спрашивайте как он и там и там живой и прочее а он еще волшебник ему можно вот именно хочет врет хочет не врет хочет так рассказывает хочет эдак рассказывает так что вот такие пироги ребята и к новому бэку тоже так относитесь вот он есть есть но не отменял вашего видения джона бланше адриана смита старого лора он до сих пор живой о чем я и говорю это потрясающая вселенная которая позволяет вам наслаждаться именно таким видением лора вы не видите например никаких новых артов мартинуса да вот ничего этого вот видите только бланше по пятой редакции было бланше бланше мне нравится такой гримдарк абсолютно олиповатый и фантасмагоричный все играете потому что это лор ради бога это бэка канон одновременно с этим вот такие пироги ну что ж дворцевский наводчик спасибо за маленькую консультацию что поддержали меня спасибо что пригласили первый раз здесь очень приятно зрителям за стэйшн большой привет будем же от вас ждать еще больше зовите больше больше классных видео но мне тоже канала виды